Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые Новости. С обзором последних событий из разных уголков мира вас признакомлю я, Ксения Петренко. Смотрите в этом выпуске. До девяти возросло число жертв пожара и взрывов на тайваньской фабрике. Четверо погибших пожарные и пятеро работников завода. Более сотни человек получили телесные повреждения. Сербия и Косово вновь оказались на грани вооруженного конфликта. Обострение началось после нападения группы из 30 хорошо вооруженных людей на патруль полиции на севере Косово. В Великобритании уже представили десятки лучших игрушек на Рождество. Витрины и прилавки магазинов начинают украшать к празднику. В этом году в топ подарков вошли кукла Барби, плюшевые мешки и гоночные машинки. Смертельное ДТП в Нью-Йорке, жуткие взрывы в Тайване и в Бенине детали через пару секунд. Два человека погибли. Десятки получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего студентов. Авария произошла в штате Нью-Йорк на автомагистрале 84 неподалеку от Вавай-Анда, что в 120 километрах к северо-западу от Нью-Йорка. В автобусе находилось 44 человека, студенты, направлявшиеся в лагерь в Пенсильвании. Погибли две преподавательницы в возрасте 77 и 43 лет. Среди десятков пострадавших, пятеро в критическом состоянии, по предварительным данным, водитель потерял управление и машина упала во враг с высоты около 15 футов. Тем временем в Бенине в результате пожара и взрыва на топливном складе погибли 35 человек. Об этом сообщает местная пресса. Трагический инцидент произошел недалеко от столицы Бенина, города Порта-Нова. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров, а затем прогремел взрыв. 35 человек скончались на месте от ожогов. Есть и пострадавшие, и трое человек госпитализированы. Точные причины произошедшего пока не оглашаются. К десятку приблизилось и количество других крупных взрывов, прогремевших на фабрике в Тайване. В результате произошедшего пострадали также больше ста человек. Подробности трагедии в материале моих коллег. До девяти возросло число жертв пожара и взрывов на тайваньской фабрике. Четверо погибших – пожарные и пятеро работники завода. Ещё один человек числится пропавшим без вести. Более сотни получили телесные повреждения. На этой фабрике делали мечи для гольфа. Она находится в промзоне в уезде Пиндун на юге острова. Сначала начался пожар, потом прогремел один взрыв и через некоторое время второй. В результате обрушилась конструкция здания. «Стряхнуло сильно, будто что-то толкнуло меня вперёд. Я был в офисе службы безопасности и писал документы. Вдруг услышал взрыв. Я увидел белый дым и человек 6-7 с окровавленными руками. Перед этим был ещё один взрыв внутри. Некоторые порезались осколками стекла». Сначала пожар тушили только сухими материалами, поскольку, по словам владельца фабрики, там хранились опасные вещества. На ликвидацию огня ушло больше суток. Как сообщают местные СМИ, причина пожара пока неизвестна. Ведётся следствие. Напряжённость в Восточной Европе сохраняется. И застарелые конфликты то и дело обостряются, как это произошло на днях в Косово. Несколько человек стали жертвами столкновения с полицией. Причём погибшие есть с обеих сторон, как среди вооружённых нападавших, так и среди стражей порядка. Что это – теракт или провокация? Смотрите подробности. Столкновения между сербами и полицейскими албанцами произошли на севере Косово. Известно, что трое сербов погибли. Возможно, есть ещё один убитый, но эта информация пока не подтверждена. Два человека получили ранение. Полиция также понесла потери. Один правоохранитель погиб, двое ранены. Глава МВД Косово сообщил, что арестованы шестеро нападавших. По его словам, полицейские также нашли много оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что нападавших спонсировала Сербия. «Нападения на нашу полицию продолжаются. Не менее 30 вооружённых до зубов людей, военных или полицейских, находятся в непосредственной близости от наших полицейских сил. Я предлагаю этим людям сдаться нашим органам безопасности». Косовские власти сообщили, что вооружённые люди в масках также ворвались на территорию монастыря Баньска. Священники и прихожане закрылись в монастырском храме. Они слышали редкие выстрелы. Никто не пострадал. Между тем, президент Сербии Александр Вучич осудил убийство полицейского албанца. Он также заявил, что в конфликте участвовали косовские сербы, и Белград к этому отношения не имеет. Вучич представил свою версию произошедшего. Он сказал, что группа косовских сербов с помощью двух грузовиков перекрыла проезд в деревню Баньска. Полиция попыталась убрать баррикаду, что закончилось кровопролитием. «Их окружили и на них жестоко напали. И мы задумались, почему операцию не провели силы НАТО для Косово. Жертв было бы меньше. Они дали карт-бланш Курте, чтобы он, как говорится, разобрался с террористами и убил как можно больше людей». Эти столкновения стали первым крупным конфликтом в регионе Смая. Косово – частично признанное государство. Сербия не признаёт его независимости и считает своей территорией. Конфликт обострился в августе прошлого года. Формальным поводом стало истечение 11-летнего срока действия документов на автомобили для сербов, живущих на севере Косово. Американские СМИ обнародовали записи звонка в службу 911 военного лётчика, который катапультировался из падающего истребителя F-35, а затем приземлился на заднем дворе местного жителя. Владелец дома заявил, во дворе пилот, вероятно, ему нужна срочная медицинская помощь. А задачный диспетчер больше интересовался тем, где самолёт, которым управлял пилот. Самолёт долго, около суток искали, что произвело фурор в СМИ, но позже машину обнаружили в поле разбившейся. Что в нескольких десятках миль от места катапультирования. Добавлю, стоит такой современный американский самолёт 85 миллионов долларов. Какие игрушки будут популярны в нынешнем году? Ответ знают законодатели в мире волшебства, которые на протяжении сотни лет дарят радость детям. В Лондоне составили топ-чарт игрушек, которые украсят рождественские и новогодние праздники. Подробнее в материале моих коллег. У входа в магазин «Хэмлис» в Лондоне уже кружит снег, звенят колокольчики и слышится смех Санты. Хотя на дворе сентябрь, но здесь уже представили десятку лучших игрушек на Рождество. В этом году в топ-праздничных подарков вошли кукла Барби на роликовых коньках, плюшевые мишки в стиле Гарри Поттера, деревянный автобус, гоночная машинка, браслеты с популярной компьютерной игрой и другие игрушки. Чуть ли не самой яркой звездой в этой плеяде стала летающая фея. Дети уже выбирают, что попросить у Санты. Мне понравилась та волшебная штучка, которая взлетает и Барби. Летающая игрушка стоит 35 фунтов стерлингов. «Моя личная фаворитка – летающая фея Лол. Её выпускают в трёх разных цветах. Нужно нажать на кнопку и загорится свет, а затем надо открыть крышку, и фея вылетает». В числе игрушек – домик Винни-Пуха, автомобиль-трансформер, а также мягкая игрушка в стиле Squish Mellows. Она, кстати, самая дешёвая в топе – 18 фунтов стерлингов. Но на полках «Хэмлис», конечно, можно найти и дешевле. «Мы всегда гордились своим отличным опытом. У нас много бесплатных развлечений для детей и взрослых. В этом магазине 20 тысяч игрушек. И цены начинаются от 2,5 фунтов стерлингов. У нас широкий ценовой диапазон, и что-нибудь найдётся буквально для каждого». Хэмлис – старейший в мире магазин игрушек. Это отмечено в книге рекордов Гиннесса. Магазин открыл Уильям Хэмли в Лондоне в 1760 году. На своё нынешнее место, на Риджент-стрит, магазин переехал в 1881-м. Один из самых старых резидентов апартаментов на Даунинг-стрит в Лондоне, переживший трёх последних премьеров Великобритании, кот Ларри, серьёзно заболел. Об этом сообщает британская пресса. Кату 16 лет. И журналисты не исключают. Плохое самочувствие питомца – вероятный результат того, что он уже пережил все свои 9 жизней. Представители Каммина переживают по поводу дальнейшей судьбы Мышелова и уже даже готовят некролог. На этом у меня все новости. С вами была Ксения Петренко. Смотрите нас в YouTube и Telegram-каналах. Все ссылки на ваших экранах. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!